Представители ВНИЕ в профсоюзной организации, клинической больнице, медицинского колледжа, общественных объединений, СРФТИ, студенты филиала МГУ в Сарове и Саровского политехнического техникума. Члены молодежной палаты провели первое заседание, на котором познакомились, обсудили цели и задачи, регламент работы. Второй вопрос решили детально обсудить на заседании рабочей группы. Так как я являюсь председателем студсовета СРФТИ, я представляю все студенчество, и я думаю, я могу представлять интересы молодежи, очень большого скопления молодежи, и думаю, буду полезна для города, для развития молодежной политики в целом. Было очень интересно познакомиться с представителями других объединений нашего города, просто узнать побольше о деятельности молодежной палаты. Каждому участнику дали слово, нужно было вкратце рассказать о себе и о том, какие направления работы в молодежной палате ему интересны. Неловкость первого знакомства прошла довольно быстро, и обсуждения вопросов повестки порой превращались в настоящие дискуссии. Таким вопросом стало избрание председателя палаты. Путем тайного голосования выбрали двух основных кандидатов. Второй этап – открытое голосование, в котором победил Евгений Шестаков. Я являюсь сотрудником Федерального ядерного центра и руководителем Федерации технических видов спорта. Тон Сергеевич Ульянов нас правильно поставил, интересно провел плей на заседании. Мы сегодня познакомились, выбрали руководящий орган. Второе заседание участники решили не откладывать в долгий ящик и провести уже на следующей неделе. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.